Украина и Румыния усилят сотрудничество в приоритетных сферах. Это касается безопасности, в том числе в Черном море, поддержки украинской формулы мира, а также расширения экономических связей Киева и Бухареста. Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали двустороннее соглашение, которое поможет эффективнее противостоять российской агрессии. Какие еще двусторонние договоренности были достигнуты на встрече президентов Украины и Румынии, смотрите далее. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в столицу Румынии – Бухарест. Там он встретился со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. На совместном брифинге президенты рассказали о договоренностях и поддержке. Румыния и ее народ будет решительно и всесторонне поддерживать Украину. Это касается и военной помощи. И так будет продолжаться столько, сколько потребуется до победы над российским агрессором, до освобождения всей территории Украины, до привлечения к ответственности всех преступников, а затем в процессе восстановления Украины. Президент Румынии также заявил, что поддержка Украины является стратегическим интересом его страны. Ведь усиление безопасности Украины означает и усиление безопасности Румынии. Клаус Йоханнис назвал украинско-румынское партнерство фактором стабильности в Европе и за ее пределами. В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал о договоренности об ускорении обучения украинских пилотов на F-16. Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином президентом, как ускорить такую подготовку. И договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Владимир Зеленский также пообещал хорошие новости по поводу артиллерии и противовоздушной обороны. Каждая российская ракета и каждый шахет, которые бьют по украинским портам, бьют и по нашему с вами общему вкладу в глобальную безопасность. Мы должны сделать все возможное, чтобы Россия не смогла превратить какую-либо часть Черного моря и Дунайского региона в мертвую зону для нормального судоходства. Ключевая вещь для этого – ПВО. Мы ведем работу с разными партнерами, чтобы усилить нашу ПВО. Кроме сотрудничества, в оборонной сфере президенты Украины и Румынии также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил, что Россия является одной из сторон, которая поддерживает Хамас. Я думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти, увидеть в соцсетях, кто дает соответствующие сигналы. Вот и все. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за такими соответствующими шагами. И как заявил в свою очередь президент Румынии, Бухарест, как и Киев, также осудил массированные атаки боевиков Хамас и поддержал право Израиля на самооборону. Кроме того, Клаус Йоханнес добавил, что мир вскоре узнает точно, кто стоит за этим терактом. Также лидеры США, Франции, Италии, Великобритании и Германии решительно поддержали Израиль и осудили боевиков группировки Хамас, а также совершенные ими теракты. Перечисленные страны, как союзники, берут на себя обязательство координировать усилия, чтобы обеспечить еврейскому государству возможность защититься и создать условия для мира на Ближнем Востоке. Мы с Эммануэлем участвовали в дискуссии с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Италии Джорджи Эмилони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Мы все согласились с тем, что осуждаем самым решительным образом варварские нападения террористов на ни в чем не повинных израильских граждан. Мы вместе стоим на стороне Израиля. Мы однозначно осуждаем все страны, которые поддержали действия Хамаса, что также относится и к Ирану. Я надеюсь, что ближайшие несколько дней позволят Израилю остановить все атаки и освободить заложников. Ужасные сцены, происходящие в Израиле, представляют собой нечто большее, чем то, что можно увидеть в обычном, хотя вместе с тем и трагическом сценарии войны. Охота на мирных жителей, захват детей и молодежи. Есть ненависть к целому народу. Что-то большее, чем просто борьба с государством Израиль. Я думаю, что право Израиля на защиту и существование – это способ защиты этих молодых людей, этих детей и женщин. В связи с событиями на Ближнем Востоке верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Ибн Фарханом Аль Саудом. Европейский дипломат рассказал, что стороны обменялись взглядами на ситуацию вокруг Израиля и Палестины и отметил, нужно безотлагательно активизировать международные усилия для стабилизации ситуации в регионе. Ранее Жозеп Боррель пригласил представителей Израиля и Палестины на экстренную встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Армия обороны Израиля продолжает с большой интенсивностью атаковать объекты группировки «Хамас» в секторе газа. Среди прочего, авиация ударила по военному комплексу, складу оружия и пункту боевого управления террористов. Сахал официально сообщил, что инструктировал население внутри сектора газа дистанцироваться от определенных районов. Кроме того, полторы тысячи террористов «Хамас» были ликвидированы на территории Израиля. Еще 500 боевиков взяты в плен. И ранее стало известно, что Израиль полностью взял под контроль южную границу с сектором газа. Новых прорывов террористов на территорию государства не зафиксировано. Израильские военные заявили, что боевики «Хамас» не смогут спрятаться в секторе газа. Военно-воздушные силы еврейского государства наносят удары по боевикам каждые 4 часа. «Хамасу негде скрыться. Мы доберемся к ним где угодно». Удары были сосредоточены на районе Рималь. Это символ сектора газа, символ роскоши в центре полосы. Он имеет большое значение для руководства «Хамас» и членов организации. После этого мы нанесли удары по сотням целей в Хан-Юнисе, включая разведывательную инфраструктуру, оперативные центры, дома членов «Хамаса» и, главным образом, места сбора для атак на государство Израиль. Напомню, 7 октября боевики группировки «Хамас» нанесли массированный ракетный удар по югу и центру Израиля. По обновленным официальным данным, число погибших мирных жителей уже превышает тысячу человек. Количество жертв увеличилось после идентификации тел в ряде израильских поселений. Туда боевики проникли из пограничного района сектора газа и казнили сотни гражданских. Многие тела были найдены в сгоревших домах, сейчас их забирают солдаты израильской армии. Я хочу кое-что сказать. Это не война, это не поле боя. Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, на их крышах, и как их убивают террористы. Это не война, это резня, это террористическая деятельность. Вы можете посмотреть, это то, чего я никогда в жизни не видел. Это то, что мы лишь представляли себе, когда наши дедушки и бабушки страдали от погромов в Европе и других местах. Этого не должно происходить в новейшей истории. И к другим темам дня. Генеральная ассамблея ООН не поддержала избрание России членом Совета по правам человека, несмотря на масштабную кампанию Кремля. Среди 15 представителей организации Российской Федерации не будет до 2026 года. Европу в Совете представят Франция, Нидерланды, Албания и Болгария. Именно последние две страны были конкурентами России на два места, предусмотренных для государств Центральной и Восточной Европы. По данным постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, за членство Болгарии было удано 160 голосов, Албанию поддержали 123 страны, а вот Россия получила только 83 голоса. Российские власти знали о подготовке боевиков группировки «Хамас» к нападению на Израиль, заявили в украинской разведке. Более того, Москва предоставила террористам вооружение, которое было захвачено во время боевых действий в Украине. По оценкам ГУР, на Ближнем Востоке, непосредственно в зоне боевых действий, уже действуют несколько российских групп, выполняющих задачи спецслужб РФ. По данным Главного управления разведки, руководство России знало о том, что «Хамас» готовит террористическое нападение на Израиль. Сейчас Кремль использует факт нападения «Хамаса» и для распространения очередной пропаганды против Украины, и для отвлечения внимания мира от российской агрессии. Андрей Черняк, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, в комментарии РБК «Украина». Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы ослабить мировое единство. Об этом сказал Владимир Зеленский после совещания с руководителями разведки и дипломатами по ситуации в Израиле. По словам президента Украины, российские пропагандисты злорадствуют, а иранские друзья Москвы подставляют плечо павшим на европейское государство. Россия не осуждает атаки «Хамас» на Израиль и всячески пытается запретить это сделать своим гражданам. Тему продолжат мои коллеги. Андрей Козлов переехал из России в Израиль летом 2022 года. Мужчина бежал от мобилизации. В день вторжения боевиков «Хамаса» в Израиль Андрей работал охранником на музыкальном фестивале на границе с сектором газа. Последний раз он был на связи со своим отцом утром в день атаки «Хамаса» и писал, что слышит вокруг себя выстрелы. Вскоре после этого связь оборвалась. Родственники Андрея винят российские власти и лично Путина в том, что многим молодым россиянам после вторжения России в Украину пришлось выехать из страны. Сейчас же Кремль не делает ничего, чтобы спасти своих граждан. На сегодня четверо граждан России числятся в Израиле пропавшими без вести. Тетя Андрея Козлова, которая живет в Израиле, в разговоре с Можем Объяснить резко отрицательно отнеслась к идее просить помощи или вмешательства в судьбу пропавшего у России, гражданство которой Андрей сохранил. Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от «Хамаса», говорит тетя петербуржца. Из публикации издания можем объяснить в Телеграм. Россия не осудила действия «Хамаса» и всячески подавляет все протестные проявления против нападения террористов на Израиль. У посольства Израиля в Москве во время антитеррористического пикета задержали россиянку Ирину Завзянову. Она вышла с плакатом, на котором было перечеркнуто слово «терроризм». Женщину доставили в отдел полиции, но после составления протокола отпустили. Ирину Завзянову отпустили с протоколом о дискредитации армии. По-видимому, внимание полицейских привлекла голубо-желтая ленточка на сумке девушки. Однако в протоколе сущность правонарушения они описать не смогли. Помимо протокола Завзяновой выдали обязательство о явке в отдел на 11 октября. Непонятно для чего. Из публикации издания ОВД «Инфолайф» в Телеграм. По мнению экспертов, связь России с нападением боевиков на Израиль очевидна. Делегации «Хамас» в последние годы не раз побывали в Москве, встречаясь с руководством страны. Использование силы вместо международного права, хаотизация вместо порядка. Таким образом действуют и Кремль, и силы, которые с ним связаны. Мировой порядок, именно порядок, он устанавливается на основе норм права. Это исторически цивилизованно обоснованный путь установления порядка. В отдельно взятых странах и в международных отношениях право, на основе права, одинаковых правил, одинакового закона для всех. А Путин вместо международного права предлагает право силы. И сейчас этому примеру, к сожалению, следуют некоторые политические силы. В офисе президента Украины считают, что начало боевых действий в Израиле не случайно. Нападение «Хамас» — это продолжение атаки на Запад и глобальную систему безопасности. Общий сбой глобальной системы безопасности очевиден. Россия запустила цепную реакцию обвала традиционных правил договоренностей, суть которой — провоцируйте, атакуйте, открыто убивайте гражданское население, ведите себя максимально агрессивно, потому что такая модель публичного поведения вызовет ступор у политических элит, усилит их нежелание принимать решения. Их иррациональный страх частично заморозит синхронный коллективный жесткий ответ. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины в Телеграм. Эксперты уверены, что Россия потолкнула «Хамас» и Иран к нападению, чтобы создать новую горячую точку на планете. В свою очередь Соединенные Штаты Америки всячески поддерживают Израиль и уже направили помощь израильской армии. Решение Вашингтона усилить военную поддержку Израиля после нападения боевиков группировки «Хамас» не повлияет на помощь Соединенных Штатов Украине. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. И подчеркнула, что в среду в Брюсселе состоится встреча союзников Украины, на которой обсудят вопросы поставок вооружения для поддержания контрнаступления ВСУ, а также для обеспечения противовоздушной обороны страны. Я думаю, что Соединенные Штаты смогут сосредоточиться на нашем партнерстве и приверженности безопасности Израиля, выполняя при этом обязательства и обещания продолжать поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлено на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Украина защищает ценности, которые мы все здесь защищаем. Джулиан Смит, постоянный представитель США при НАТО. Российские войска снова массировано атаковали территорию Украины. Выпустили 36 шахедов. Как сообщили в воздушных силах ВСУ, 27 беспилотников были уничтожены. В результате атаки по Сумской области погибла 13-летняя девочка. Также россияне разрушили помещение школы. Наибольшее количество дронов было ликвидировано над Одесской областью, где пострадавших нет. Под ударами российской артиллерии, градов и танков оказались еще и Авдеевка Донецкой области. Там ранены два человека. Ракетой С-300 РФ ударила и по селу Великий Бурлук Харьковской области. Пострадали трое гражданских. Также сегодня утром россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области. Число погибших в селе Гроза Харьковской области после российского ракетного удара увеличилось до 53 человек. Однако эти данные могут быть неокончательными. ДНК-экспертизы продолжаются. Еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Как сообщили в областной прокуратуре, на данный момент идентифицировано 49 тел. Среди погибших и раненых в Грозе нет ни одного военного, подчеркнул руководитель следственного управления нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов. Таким образом заявление постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что цель армии РФ была легальной, очередная ложь и провокация Кремля. Люди, которые собрались на поминки, это были местные жители. И все они погибли в результате удара ракеты российской армии. Это обычные люди. Среди них много женщин, много мужчин. Это пенсионеры, предприниматели, учителя, медики, друзья. Все погибшие и раненые – это гражданские люди. Среди них нет ни одного погибшего или раненого военнослужащего. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совбеза, рассказал о последствиях ракетного удара российских военных по селу Гроза. И заявил, что Россия одной ракетой убила почти все село. Подобные зверства, когда с лица земли стирались целые населенные пункты, это уже было в истории, отметил Сергей Кислица. И добавил, что Россия тщательно копирует эту бесчеловечную модель поведения. Так было 80 лет назад, во время вторжения нацистов в Украину. Теперь Российская Федерация превратилась в Третий Рейх, тщательно копируя и подражая их модели поведения. Убивает людей, пытается аннексировать территории, разжигает имперские настроения и чувство собственного превосходства. А еще она пытается обелить свою агрессию, притворяясь, что это она защищается от воображаемых нападений. Уже почти год как освободны от российской оккупации, но до сих пор не в безопасности. Жители нескольких сел Луганской области находятся под постоянными обстрелами армии России. Одни поэтому решаются на эвакуацию в более безопасные регионы Украины, а вот другие уезжать не хотят и готовятся к зиме. Анастасия Волкова побывала в прифронтовом регионе и продолжит тему. Раз в неделю национальная полиция приезжает до оккупированной год назад села Луганской области. На их пути Грековка, Макиевка, Невская и Новолюбовка. В этих населенных пунктах на сегодняшний день проживают около сотни мирных жителей. В результате регулярных обстрелов российскими войсками тут нет ни электричества, ни воды, ни газоснабжения. Да какой свет? Нет ни света, ни воды. Генераторы иногда включаем. Супруги Тамара и Андрей говорят, с ними в селе сейчас живет еще три человека. После деоккупации с силами обороны Украины 28 октября прошлого года российские войска пытаются снова зайти на эту территорию. Три дня трудно. Да и авиация работает. Трудно. В результате ежедневных обстрелов российских войск со стороны временно оккупированных территорий Луганской области все поля в округе выжжены. Дорога разбита авиаударами, а на обочинах – неразорвавшиеся боеприпасы. В соседней Макиевке живет около 30 мирных жителей. Николай показывает погнутый взрывной волной и посеченный осколками забор. Мужчина говорит, дом тоже поврежден, но к зиме подготовлен. Его соседи также готовятся к похолоданию. «Как зиму собираетесь встречать? Дрова есть? Да как? Дров теперь у нас много. Ты же видишь, хаты разбиты, одни дрова теперь. Дров уже такую кучу настягивало. В коровнике потолок завалился, в сарай стену вывалило. Всё в кучу. Одно удовольствие, что топить будет чем. Крыши побиты, всё побито. Но главное, что все мы живы». Их сосед тоже Николай показывает нам последствия очередного обстрела села. В результате попадания сгорела вся его сельскохозяйственная техника. «Нет сарая, кухни, всё, плиты и те разлетелись». Мужчина говорит, после того, как потерял всё нажитое, решил вместе с супругой эвакуироваться. Людям предлагают переехать в более безопасные регионы Украины. Обеспечением всех нужд на новом месте занимается Краснореченская военная администрация. «Люди скажем. Поняли? Давайте. Бог помогает вам». В итоге, в течение недели из Макьевки эвакуировали шестерых жителей. Тем, кто пока что решил остаться, полиция передаёт, помимо гуманитарной помощи, буржуйки для обогрева. «Сейчас в деоккупированных населённых пунктах Луганской области проживает, по нашим подсчётам, примерно 90 человек. В основном, это люди преклонного возраста. Полиция области продолжает, как и всегда, на постоянной основе поставку гуманитарной помощи, проведение необходимых стабилизационных мероприятий и эвакуацию гражданского населения». Атаки российских войск на подконтрольную Украине часть Луганской области не прекращаются. Так, 8 октября Невская и Новолюбовка были обстреляны российской авиацией. Также противник бил посёлом реактивными системами залпового огня. Силы обороны Украины продолжают успешно сдерживать российских оккупантов на этом направлении. Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил боевые бригады группировки войск Таврия, которые защищают юг Украины. Руководитель ведомства заслушал бригадного генерала Александра Тарнавского, с которым позже определил проблемные вопросы и пути их решения. Также с представителями командования бригад 10-го армейского корпуса министр обсудил приоритеты в поставках вооружения и военной техники. Умеров поблагодарил украинских воинов, которые каждый день приближают неизбежную деоккупацию Крыма и других оккупированных территорий Украины. Также во время встречи министр обороны наградил украинских защитников, проявивших себя в боях с россиянами. А детальнее о том, какая ситуация в зоне боевых действий на данный момент, смотрите далее в нашем сюжете. Силы обороны Украины, ликвидируя российских оккупантов, активно применяют беспилотники. На этих кадрах аэроразведчики 32-й отдельной механизированной бригады уничтожают российский минометный расчет. Он активно мешал пехотинцам вооруженных сил Украины. После первого предупреждения захватчики начали спасаться бегством, теряя портянки, добавили в сухопутных войсках ВСУ. В целом, по данным украинского генштаба, силы обороны Украины отразили атаки россиян на восьми направлениях. Больше всего 16 на Купенском, в районе Синьковки и Ивановки. Также противник активизировал наступательные действия в районе Авдеевки. При поддержке танков и бронемашин все попытки штурмов отразили силы обороны. Вместе с тем продолжаются наступательные действия украинской армии в районе Бахмута и на юге страны. Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Имеем частично успех западнее вербового. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия. По словам Александра Тарнавского, российские оккупанты увеличили активность на Таврическом направлении. За сутки армия вторжения нанесла здесь 19 авиаударов и совершила более 700 артиллерийских обстрелов. В то же время силы обороны Украины выполнили на указанном участке фронта свыше 1400 огневых задач. Оккупанты несут здесь серьезные потери в живой силе и технике, в том числе благодаря 100-миллиметровой ствольной артиллерии, которую получили на вооружение украинские пограничники. Бойцы отмечают дальнобойность и точность орудий. В целом уже 283 тысячи своих солдат потеряла российская армия после полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 450 военнослужащих противника. Также было уничтожено 6 танков, 3 бронемашины, система ПВО и 7 артиллерийских систем россиян. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саулини Инистю на фоне сообщений о возможной диверсии на газопроводе Baltic Connector, где был поврежден подводный кабель. Альянс готов содействовать в расследовании инцидента. В настоящее время идет досудебное разбирательство. Напомню, в ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. Спецслужбы считают, что инцидент представляет угрозу национальной безопасности обеих стран. В ближайшие дни в Украину прибудет партия немецкой техники для фронта. Как сообщили в Министерстве обороны Германии, кроме прочего были отправлены 10 танков Леопард-1. Также Берлин готовит еще и зимний пакет помощи для Украины на сумму в 1 миллиард евро. В него войдут зенитные ракетные комплексы Patriot и Iris-T, а также зенитные установки Gepard. Как подчеркнули в оборонном ведомстве Германии, это вооружение поможет Украине защитить критически важную инфраструктуру. Япония также поможет Украине защитить энергетическую и зерновую инфраструктуру. Для этого Токио уже этой зимой передаст Киеву системы обороны от беспилотников, пишет японское издание Nikkei. Как отметили в офисе президента Украины, Япония стала уже четвертым государством после США, Великобритании и Канады, с которым ведутся переговоры о гарантиях безопасности. Подробнее о поддержке Токио расскажет Кристина Домбровская. С основной частью гарантий безопасности является помощь в экономическом восстановлении. Об этом говорится в заявлении офиса президента по итогам первого раунда переговоров между Японией и Украиной. В соглашении также будут включены конкретные детали сотрудничества в сфере безопасности и нелетальной помощи. Начало двусторонних консультаций с Японией является не только подтверждением нашего стратегического партнерства, но и демонстрацией глобальной поддержки Украины, которая выходит далеко за пределы Европы и Северной Америки. Символично, что двусторонние переговоры о гарантиях безопасности Япония начала с Украиной именно во время своего председательства в G7. Игорь Жовко, заместитель руководителя Офиса президента Украины, из сообщения на сайте Офиса президента Украины. Эти двусторонние гарантии являются продолжением значительной нелетальной гуманитарной и финансовой помощи, которую Япония оказывает Украине с начала полномасштабного вторжения России. Токио обязался предоставить Киеву финансовую и гуманитарную помощь на общую сумму почти 7 миллиардов долларов. Также Токио ввел санкции против Путина и его приближенных. Япония активно оказывает помощь Украине, одновременно вводя санкции против России. Мы продолжим эти усилия в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Хирокадзу Матсуна, генеральный секретарь Кабинета министров Японии, из заявления во время брифинга. 4 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с президентом США Каджо Байденом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем и генеральным секретарем НАТО Йенсен Столтенбергом. Лидеры обсудили поставки Украине боеприпасов и систем вооружений, а также экономическую поддержку для восстановления Украины. Общий вклад Японии, по данным Кильского университета, составляет 31 миллион 700 тысяч долларов. Это не может сравниться с другими странами, которые нам оказывали помощь. Япония – это страна, которая имеет достаточно пацифистскую конституцию, полученную после Второй мировой войны. И характер ее военной помощи очень ограничен в этой конституции. На сегодняшний день правящая партия во главе с премьер-министром Фумио Кисидой пытается изменить направление и вообще эту политику ограничений как внутри страны, так и в отношении Украины. В Хиросиме на встрече лидеров G7 Кисида пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что его правительство предоставит 100 машин для ВСУ. Кроме того, Япония должна направить военные катера, чтобы помочь Украине защитить свои прибрежные воды. Также речь идет и о поставках ПВО. В марте на японской выставке вооружения DCEI представили новые лазерные системы для сбивания дронов противника. То есть именно тех беспилотников, которые Россия использует для атак на украинские города. Эти системы пока находятся в стадии полевых испытаний, но они должны быть переданы Украине без промедления. Если Япония пожелает, она может оговорить, что эта технология будет использоваться только для защиты невоенных объектов. Джеймс Браун, профессор политологии Темпольского университета из публикации японского издания Nikkei. По информации японского издания, Nikkei, правящая либерально-демократическая партия Японии, готова пересмотреть принципы о передаче летального вооружения, чтобы разрешить поставки более широкого спектра военной техники, в том числе и для Украины. На этом наше время подошло к концу и эфир продолжит информационно-аналитический марафон. Оставайтесь с Фридом. Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.